Итак, сегодня в нашей стране не только отмечают Международный женский день. Тот самый праздник, который напоминает всем нам, что отношение к прекрасной половине человечества особым должно быть не раз в году. В Москве еще до восхода солнца, когда 8 марта только наступило, на Кремлевской стене появилась световая композиция, а заглавленная вам любимая. Это огромный букет белых, синих и красных цветов, контурами напоминающие карту России. Ну а в разгар праздничного дня на Красной площади появилась гигантская охапка тюльпанов, цветов российского флага. Ну и сегодня, поздравляя с 8 марта, всех российских женщин, Владимир Путин читал стихи. И это уже стало традицией. Дорогие женщины России, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная. Но везде царит весеннее солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Все это для вас, дорогие женщины. Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам. О восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки. Поздравляют своих мам, бабушек, жен, дочерей, подруг, коллег. Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье. Брать на себя повседневные заботы о доме и детях. Быть для них нравственным примером. Мы знаем, что сердце женщины самое верное. Ее прощение самое пронзительное. А материнская любовь поистине безгранична. Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей. В том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей. Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция. 8 марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев. Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, ещё весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нём. Не их наряды или профиль римский. Нас покоряет женская душа и молодость её, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду. Любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. Ещё раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником. Будьте любимы и счастливы. Поздравления сегодня звучат по всей стране и нередко весьма оригинально. Праздничная география у Дмитрия Кайстра. Грандиозный флешмоб на Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода назвали «Большая открытка». Более 700 мужчин выстроились у стен Кремля в живые буквы, сложив поздравления с 8 марта. Композиция беспрецедентная по своим масштабам уже вошла в Книгу рекордов России. Девушки с международным женским днём! Всероссийская акция «Вам любимые» второй год подряд проходит в десятках городов страны. И в этом году получила поистине всероссийский размах. Мужчины дарят цветы женщинам на улицах, площадях, аэропортах и вокзалах, в университетах и торговых центрах. Спасибо, что это приятно. На Центральной площади Владивостока волонтёры подарили женщинам более тысячи цветов, а в Красноярске пришли с букетами в госпиталь ветеранов войн. Неожиданно всё. Молодцы. В Казани цветы вручали врачам и пациентам. Клиники скорой помощи, получившие цветы женщины, радовались и благодарили волонтёров за праздничное настроение. Спасибо! Вас тоже взаимно. Необычные поздравления от Континентальной хоккейной лиги. По случаю праздника весны наставники добавили новые упражнения в тренировки команд. Клубы устроили своеобразную эстафету поздравлений. Видео с необычных тренировок опубликовали в сети. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Прекрасных дам поздравляли в поездах и на перронах. Едва женщины выходили из вагонов. Спасибо, как приятно. Поздравления звучали и в самолётах. По громкой связи от командиров воздушных судов. Хочу от имени компании Аэропорт и нашего экипажа поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Самой высотной точкой, откуда прозвучали поздравления, стала орбита МКС. Невесомость сделала слова особенно весомыми. Дорогие дамы, сегодня я поздравляю всех вас с космической орбиты. А вот Олег Газманов, чтобы поздравить женщин, спустился под землю. Популярный артист раздавал тюльпаны в вагонах метро и переходах подземных станций. Это такая замечательная народная акция, когда мужчины просто дарят цветы женщинам. Во-первых, это вызывает улыбку. И эта улыбка передаётся. Мужчины в форме тоже придумали необычные поздравления. Полицейские крутили восьмёрки на патрульных машинах, военные рисовали сердца в глубоком снегу на танках, а рязанские бойцы ВДВ поздравляли, качаясь на парашютных стропах. В этот прекрасный день мы хотим поздравить вас с праздником. Приземлившись, парашютисты сразу же вручали цветы. Девушка, поздравляю вас с международным жёстким днём. А в Севастополе на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» экипаж совершил праздничное построение. Поздравляем! Праздничная акция «Вам любимой» приобрела мировой масштаб. К акции присоединились и другие страны. Волонтёры дарили цветы в торговых центрах Минска, на проспекте Руставели в Тбилиси и проспекте Долгого спокойствия в Пекине. Некоторые девушки стесняются, но в целом все рады. Мы говорим, что мы из России. Все приятно удивляются. Акция проходила в морозной сегодня Астане, Сиэтле и на многолюдной Таймскуэе в Нью-Йорке. Спасибо большое! Женщинам дарили цветы в заснеженной Риге, курортной Анталии, солнечном Бишкеке и в туманном Лондоне. И везде волонтёры напоминали миру, что 8 марта праздник международный. Они не празднуют этот праздник. И мы рассказывали, как этот праздник празднуется в Восточной Европе и в России. Акция «Вам любимой» продолжается и в эти минуты. Волонтёры и добровольцы во многих уголках России дарят представительницам прекрасного пола цветы. Как обещают организаторы, поздравления в этот праздничный день будут до позднего вечера. Дмитрий Кайстро, Вестер. Субтитры создавал DimaTorzok